Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонного терроризма. Мужчина получает по 500 звонков каждый час. Мобильная атака идет из разных городов, при этом номера никогда не повторяются. Сотовый оператор и прокуратура только разводят руками, а вот экстрасенсу, похоже, удалось найти причину необычной телефонной активности. Как выяснилось, звонки идут из параллельного мира. Житель Екатеринбурга Ярослав Манцевич внимательно следит за картами в руках гадалки Елены Зиминской. На прием к ворожею его привели загадочные телефонные звонки. Буквально за пару недель он получил 9 тысяч входящих вызовов. И все только с короткими гудками. Мужчина признается, он уже всерьез задумался, уж не предупреждение ли это свыше. На два туза, то есть сниз. Случайно сюда точно быть не может. Шквал звонков начался сразу после Нового года. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Владивосток. Все вызовы поступали из разных городов России. Междугородние префиксы сменялись, как в калейдоскопе. Пошли звонки, звонки, звонки. Причем звонки странные, они идут гудок, сбрасываются, гудок сбрасываются, то есть и ответить даже не успеваешь. И единственное, что успел заметить в спросоне, что номера постоянно меняются. О том, как именно выглядит телефонный террор, можно судить по этим кадрам. Пока Ярослав отвечал на вопросы нашей программы, его телефон буквально не замолкал. О, опять сбросили. Это уже на сегодня пятисотый звонок. В офисе сотового оператора Ярославу помочь не смогли. Здесь признаются, ничего подобного с абонентами никогда не случалось. Единственное предположение – чья-то злонамеренная воля. Возможно, Ярослав стал жертвой неких мошенников. Это какие-то умышленные действия третьих лиц относительно этого абонента. Для того, чтобы это окончательно утверждать, безусловно, требуется определенное время и, как правило, обращение в правоохранительный орган. Заявление в прокуратуру Ярослав написал, но на помощь органов особо не рассчитывал, ведь состава преступления вроде бы и нет. За все время телефонного марафона мужчине никто не угрожал. Да и денег он не потерял ни копейки. Но тогда зачем преступникам терроризировать Ярослава Манцевича? За ответом на этот вопрос он отправился к гадалке. А что, если шквал звонков – это некий знак, который имеет тайный смысл? По просьбе Елены Зиминской Ярослав сбегает к колоду, и гадалка тут же начинает раскладывать карты. Пиковый король, дама трев, семерка бубей. По словам Елены, в этом деле однозначно замешана женщина, причем не чужая, но и не родная. Ярослав поражен. Буквально за неделю до телефонной атаки он пережил серьезную драму. От него ушла жена. Мистика, конечно. Но то, что ушла жена, вам надо чем-то было закрыть. Это помощь от кого-то, эти звонки. По мнению гадалки, телефонный перезвон – это попытка высших сил отвлечь Ярослава от черных мыслей. Кто-то наверху увидел. Развод с женой потряс Ярослава. Он на грани самоубийства. И ежеминутный перезвон – напоминание. «Держись, в мире тысячи людей, и однажды ты найдешь среди них свою любовь». Так что предчувствие не обмануло Ярослава. Шквал звонков – это и вправду знак свыше. Вот только стоит признать – помощь высших сил оказалась чрезмерной и сама по себе чуть не свела с ума покинутого мужа. Леонид Соколовский, Алексей Кнор, Ольга Кнор, ТВ3.